Итак, друзья, ну что ж, всем привет! Разминка закончится через одну секунду, сейчас будет играться на фраунд. Команда НИП, Швеция, команда ЕСЦ, Польша, Флаг, УниПО все еще не поменяли организаторы, но мы-то знаем, что это шведы, а не французы. Надеюсь, что этот фейл они сейчас поправят. Эту игру вместе со мной будет комментировать Егор Маркелов, такой АВП команды Na'Vi, вот так его, наверное, многие бы назвали еще примерно где-то год назад. Но сейчас все чуть-чуть по-другому, и он пошел вкрутить лампочку, пока мы будем смотреть на фраунд. Ну и НИП, наверное, здесь попытаются сразу избавить себя от лишних проблем, взять ножи и попытаться продемонстрировать реально что-то мощное. Что-то мощное и совершенно дерзко разобраться с командой ЕСЦ Гейминг, которая в полном составе из 1.6 пытается переключевать в Counter-Strike Global Offensive. Ну и пока что у них это более-менее получается. Ну и НИП, как видим, берут на фраунд, в принципе, я думаю, они застаются. Да, стей написал Xist, Xist написал Ready. НИП готовый, я жду сейчас смены флажка. И я тут. Ты тут. Ну что, здесь НИП взяли как бы на трейне сейчас ножи, и я думаю, что это смертная казнь для поляков. Самое время вспомнить весь польский мат сейчас в команде ЕСЦ Гейминг, потому что... эмоции будут бить через край. Как ты думаешь, Егор Кап? Я думаю, здесь будет в салат вообще, в хлам. Хотя мы играли с поляками трейн, и они довольно неплохо на этой карте играют. А как тебе нюк вообще вот от вулкана? Как тебе вот эта вот дырка на улице, в которую все постоянно пытаются прибежать? Ну, на самом деле нюк прикольный. Мне особенно вентили понравились, что там не надо в приседе ползать, как раки. Там можно бегать, очень быстро хлоповать. Ну и эти имбовые стекла на крыше, через которые там можно просто раскидать. Афт тебе никто в этом не помешает. Ну смотри, тут сейчас будет Узу Гидрайт, известный час, в паре с ним Фифларн, Форес, звено из трех игроков, будет принимать польскую пятерку, при том, что в прямом смысле этого слова вся польская пятерка пойдет в пятером. Неплохо Гидрайт отжал с одной гранаты. Верхний гор по открытиям. Ну что-то поляки вот встали, а под флеш все-таки пытаются сыграть. Они пытались сначала дать минус, отстрелить. Отстрелить не получилось. На нижний, но у них вообще ничего не получилось. Тут смотри, двое остались на горбе, и все, последнего резать сейчас, наверное, будут, я думаю. Гидрайт резать его не хочет, но было бы неплохо. Опс, но Кубин не сдается, не сдается до последнего. Отмочил Пагзисту, но ему уйти уже вряд ли дадут. Он боится, что его с двух сторон здесь заманцуют, но и в итоге, в принципе, затыкал его товарищ Кристофер Эллисон. Вот мне непонятно, почему у команды НИП французский флаг. Ой, да ладно, мы-то знаем, что они шведы. Я думаю, мы не потеряемся. Как ты думаешь? Я думаю, да. Ну что, у поляков теперь. Трагичная ситуация. Сейчас эти парни, наверное, понимают, что они слили пистолетку. Надежда на три раунда закончилась. Осталось только под дына что-то замутить. Вы, кстати, уже придумывали на трене что-то интересное, быстрое, вот как здесь сейчас поляки с дымами. Придумывали, конечно, да. Смотри, поставили, поставили, поставили бомбу Паша. Належная проблема с гранатами у нас в команде. Да, бомбу-то поставили, но... Хотя Нио с Фомасом против троих. Да нет. Не-не-не, тут без шансов. И Фларен закроет его, конечно же. Ну, то есть, да, у нас есть какие-то нашифровки, там, раунды, но это все упирается в гранаты, и часто ты на респе, там, допустим, делаем фаст, там, я кидаю там какой-то дымочек, и вижу вся крыша в дымах. Тупо не попали. Тупо не пролетело, да. Просто не пролетели. А потом открываетесь сотки, и вас такие, а, БП, Пык, привет, Егорка, привет, Данилка. Да, да, да. Ну и далее по списку. Смотри сейчас, что будет интересно у поляков. Три пошли под закрытый, Паша 100, лурд в ожидании аркады на зелень. Кстати, вот я знаю, что заметил, что НИПы никогда не поджимают вообще зелень. Вот иногда только позволяют себе Абдауна 100 поджимать. И то в 100 никто никогда не заходит, а в Абдауне всегда туда залетает какой-нибудь Форест и тусуется прямо под лестницей. Вот они прямо под давлением знают, как держать атаку. Там Таз на опыте убил. На гитрайта, который там стоял на ступеньках, поджал близко. Вот не стоило ему этого делать. Здесь, кстати, вот в игре, я так понял, вот позиции в упоре, они и работают не особо сильно, потому что здесь безумные страйфы. Ну, если на неожиданность очень даже работает, ну, при условии, что ты там первый в голову дал. Так, ну вот пошло... Актичная раскидка на А. Так, вот две флешки от Кубина и открывающийся первый. Это вроде бы как Нео, если я не ошибаюсь. Но он сразу терпит, минус от Гзиста. Форест пытается здесь тоже подхалявить себе, да, минусует в этот момент Нео. И, смотри-ка, серия фрагов за НИПами. В итоге Ласт остался лурд, который выглядит здесь, как бедная девочка, которую сейчас просанут на бабки. Смотри, смотри. Опа, нет, не сдаётся, не сдаётся. Там Форест с Эгзистом за планта отлично отыграли Форестом. Тема в том, смотри, что он бомбу забрал и убегает просто, просто убегает на закрытый на морозе. Ставит бомбу... Форест просто на измене, бедняга. Ему надо было... Ему надо было пойти закрыть, но очевидное действие. Он там встал и испугался. Но он ждёт Гзиста, опять же, не появилось. О, а если сейчас убьёт Эгзиста? О, не, а Эгзиста. Ну, это вообще без шансов просто. Вот, от Эгзиста сейчас это выглядело, как знаешь... Да я знаю, что ты там, да и не парься. Изи, мэн, расслабься. Это всего лишь один раунд. А тем временем 3-0 в пользу Дженипы. Это уже их... Такой победный раунд, я бы сказал. Бомбу поляки поставили, но денег нет. Тут, кстати, Гидрайт вроде плётку купил. Ну, и здесь можно взять Фомасы, вторые арморы, или даже первые. И подать нормальную раскидку, выйти на поставить бомбу. Задефить попытаться. Ну, 3-300, 3-500, 2-900, я думаю. Но они это сделают, они просто сейчас, наверное, сыграют Аграунд в ту сторону. Реально там подвинулись. Ну, да, с расчётом поставить бомбу. Да, вот смотри, пошли дымы и... А, это развод, это развод, это развод. Ты посмотри, это фейк. Это фейк, они специально дают дымы. Один дым стал на респект, второй вроде пролетел. Я не пытаюсь выйти на закрытый, но вот Гидрайт. А, ну, там Гидрайт, это чудеская волына. Да, это плётка, короче. Он тут, о, из пистолета добил Перо, обходит план, сейчас будет минус Бомбер, и его забирает ТАСС. Ну, бомбу попытаются хотя бы поставить, тоже неплохо. Бомбу поставят, да. Не, ну, неплохо. Хотя бы есть бомба. А, и кидали минус поставить бомбу. Нормалёк. Сейчас там будет уже по 5 косарей, даже больше. Ну, и посмотри-ка, 4-0. 4-0. Вот он, ответ от поляков сейчас возможный. Паша берёт ВП. Вот, кстати, Паша тоже здесь с ВП не так стреляет. Ну, вот я от него видел жёсткие реакции, но только тогда, когда он был в зуме. Вот, фаззумов тоже от него было незаметно. Зумы здесь не летят. Здесь летят фаззумы только, ну, либо на шару, либо если соперник близко. Ну, да, либо в упоре просто. В упоре я часто видел, вот, например, от Гзиста, там, на вармапах он там по зумить пытался. Смотри, вот они, ты реально, ты просто там, походу, сидишь параллельно, да, позвонил Тазу и говоришь, что делать, да? Они взяли и решили выйти, а. При том, смотри, смотри, сейчас у Кубина вот есть отличный шанс вообще за тачдаунить тупо весь дефенс. Ну, вот минус один мог хотя бы сделать. Какой провал? Какой провал Кубин? ИНП отлично отыгрывает. Знали, что фаззумы и приняли сначала зелень все вместе. Никто не отдался и потом просто выбрали плент. Смотри, без потерь просто против девайсного быстрого раунда от ЕСЦ с подготовкой. Кстати, ЕСЦ играли очень плотно, ну и 5-0. Да, отлично отыграли. Это какая-то жесть. Вот Фрайбер тут прикалывается над плентом. Мне, кстати, не нравится, что на пленте вот здесь вот почему-то ты не можешь нормально рядом с ним стоять. Тебя подбрасывает на какую-то хрень, это баг или что это? А, ну это типа невидимая лестница. Да, невидимая лестница, только я сначала думал, что вот на этот вот кран, я зрителям показываю, кран, что на этот кран тебя закидывает, а потом я понял, что невидимая лестница тащит. И походу вот она. Да, да, да. Это даже не лестница, это вот эта вот штучка. Жесть, конечно, надо это фиксить. Так, судя по всему, поляки будут слоу раунд на А делать. Отбив перемычку перед этим, но тут... Господин Фифларен, вот же ж... Мне так не нравится, как он с тобой постреляет. Почему? Ну, как рак. Ну, дексурсер что-то хотел. Нет, ну, там есть сурсеры жестко, которые валят. Нет, ну, вот этот как рак. Да, я же говорю. Такое. Да, да. Да нет, нормально парень играет, старается, старается. Мне, например, вот у непов очень сильно схема нравится, как они команду свою построили. То есть у них по факту на каждой точке по проводнику из сурса, да, и... Три игрока из 1.6 с бешеным аимом, при том, что вся тройка с бешеным аимом. Вот именно поэтому... А так я хочу сказать, все неплохо стреляют. Ну, я бы поспорил насчет Фрайберга. Ой, есть цены. Три флешки дали наверх-низ. Смотри, их еще... Их еще в сотки потушили молотом. Вот сейчас спорим, как играет Кубин. Прорыв, единица, есть контакт. Есть, отличный опен фраг. Можно пытаться закреплять свой успех, но вот Фрайберг этого не дает просто совершить. Форест сейчас спокойно со своей крыши принимает тупо по медлу поляков. Но тебе дают размен 3 в 3. А тем временем Паша, выйдя с медла... Ой, как в спину зашел Нео. Убил одного. И сейчас должен добивать второго. Курва кричит Нео и решил отойти. Ну, зато здесь Тас подстраховал. Давай посмотрим на Фифлара, на его супер жесткое АВП, которое тебе так не нравится. Ну, там Паша просто за раунд сделал 8 выстрелов и только что попал первый в ногу. Вот у меня было примерно то же самое. Мы играли официальный матч недавно на Дасте, а, с Кирчнет. И я с мидла, на мидле с авиком против Эка стою, стреляю 10 патронов ни одного попадания по пацанам, которые по мидлу там бегают, по зигу. Че, реально? Чуть не застрелился. Ты, наверное, потом подумал. Не, у вас, когда были первые игры, я вот их не мог, к сожалению, наблюдать. Мне нужно было срочно ехать в Москву по делам. Тема такая была, что я тебе в Twitter писал, ты мне говорил, что у вас все плохо. Потом я вроде зашел, посмотрел, ну че, 5 на 5 вы идете там в таблице, в игре, в которой играете первый раз. Да, при том, что три из этих победы, это тихвин, да? Тихвин, да, да, да. Не, ну две победы тоже неплохо, по-моему, как бы. Какое? Зато смотри, зато идете 5 на 5, это как минимум уровень, но не последний. Последний кирчнет пока. Так, ну здесь что у нас интересного показывают поляки? Поляки похалдили, от Паши отталкивались на котлах, котлыбегались от Паши. А, я понял, это что у Б сейчас будет намечаться? Ну да. Стяжечка. А, с небольшим разводом на А, что ли? Сейчас посмотрим подробно. Ну вот неясно, где они бомбу дропнули, но по боме было бы понятно, по-моему. Я думаю, просто они сейчас попытаются на отстрел сыграть по позициям. Сейчас уж целится дым. На плент. Флешка туда же. Ну да, тут развод и прям выход на Б. Да, мы летели любимые. Не, ну зелень-то можно было дернуть. А, посмотри, посмотри там, что делает сейчас Кубин. Вот у него есть сейчас уникальная возможность на самом деле. Да, он там вышел в этот дым, простоял полушенный на пленте, стянулся. Они поготовы, гидрайт минус, все, сейчас будет просто вот... Четыре в четыре. Бомб, плент заняли, Февларен, как он всегда промазал. Его за это покарали. Красава. Сейчас куда-то поломился Форест, его подождал. Вот тут уже виден опыт. И в спину поджимает в этот момент товарищ. Бубоч как зист, и отбубил первого, выходит, и тут сейчас будет две спины собирать, походу. А, не, вот зажал. Встал, зажал, скилл показал. Отдался Кубину. Ой-ой-ой, поляки молодцы какие. Опять два-то посмотрели. Раунд взяли. Февларен молодец. На хрупе, на Б. Февларен помог своей команде. Да. Спас, спас положение команды ЕСЦ. Если у него окажется кто-то из родственников поляк, я его пойму. Почему он так сыграл. По-моему, это абсолютно нормально. Выход на мидл. Не-не-не, развод, развод, развод. Пошли на закрытый, пошли на закрытый. Тракидали. счет еще купили гранат веки трайдер флешки сидит интересная так 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 да он не давал она вот даже не он еще один тренинг смотрели не снипами и там влетала эта флешечка туда надо здесь спектр надо за сутки посмотреть а я уже закрытый смотрят правильный материться очень страшно я не знаю как смотреть будет как это чертовы дымы флешки как так что мне делать почему я в него 30 в голову стреляя он стоит да и такое бывает так вот фифларен и смотри пытается попростреливать опуху вот это просто на морозе называется просто стреляет в дым и там какой то третий пулей случайно убивает но он вот так он может но зато поляки в ответку неплохо прибывает закрытый правда фифларен и вновь там и на этот раз стреляет он не как то решим реабилитироваться за прошлый раунд ну конечно привинился надо исправляться но я думаю сейчас вот тасмания должен здесь пока пока покорить этого молодого шведа или может быть лурт но пока у них все в порядке не могут этот раунд на самом деле нормально разыграть первые уже ой 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 в щи с вертушки от гзиста вот это уже все меняет здесь уже шансов очень и очень мало поляков это совершает катастрофическую ошибку надо было попытаться постоять за попдогом не знаю как то поманцеваться ну он ему надо было выходить но там неудобно с нижней выходить об этом дебиле вагон на это дебильная сцепка которая в упор просто запирает этом встаешь как клоун улыбаешься и у тебя на голове стрельба конечно хромает у поляков ну побольше наверно скажешь просто про пацанов из ниб побольше дема наверно просто надо но опять же поляки особо сильными аэмерами вот не были у них там можно выделить было таза там кубинов каких-то мерами нет нам стреляли они неплохо очень ну да но тут вот уже другая шпилка другая стрельба и смотри смотри поляки выходят на ставится бомба дым попытки пройти блин карается форестом зелень закрыли зелень закрыли там сейчас смотри что будет делать кубин он будет в качестве запирающего разыгрывать он очень долго это делает там ему надо было уже 20 секунд назад его уже по факту как бы должны были посмотреть ой-ой-ой все это просто это просто провал феерический отнесся да нет он на измене сидел очень долго на зеленье знаешь тут просто поляки знаешь ли как они видят вот этот дым да и он их пугает я не пойду в него но тут же понимаешь из дыма что происходит они раз сделали недавно этот же раунд и на него тип ворвался при раскидке может он его и ждал но поможет дождал но слишком долго там его пацанов поубивали а как вообще эту бомбу надо эффект реально вот и посмотри там поляки по моему растерянно с обдауна ты ее не задеваешь тебя туда гранатные набросают ну в ситуации там 4 в 4 не знаю там вышку надо занимать вот новую вышку если ты занял если тебе дали то это вообще отлично вот с нее дефится вообще все ну а так конечно надо киевы делать так ну чё смотри поляки играют быстро эко на закрытый плент аркада по зелени от фрайберга ну тут еще гзист пытается ой гзист зажал не убил зато гидрайт всех казнит просто в пленте ему тут вся халява достается размен дает кубин со злости прямо так гирстом в голову ну и 8-2 в пользу НИП так ну мы смеемся смеемся с фифлара он на первом месте ну ладно 8 на 3 красавчик 3 мвп там 3 дефуза 3 мвп 3 дефуза Марик по моему на первом лане знаешь когда вы обыграете команду НИП у вас не Сеня будет кричать знаешь там что то в стиле сосай там да и типа того а ты просто встанешь напротив фифлара и будешь на него орать что не будет ну что ты кривуля я буду это вождать я буду это вождать ну у тебя просто к нему какая то ассо у тебя к нему особые чувства как я понял да нет ну просто я вот ну мне очень нравится как играют все НИП и вот кроме него он не уверен не вливается в коллектив ну зато у него няшная шведская щелка и ну вот да все нормально атака тут бомбы стоят вот смотри сейчас у поляков шанс то есть разыграть неплохо но вот за Фрайберга все ломается а смотри смотри Фрайбергу инфу дали просто ассо кидали дым на 100 знали что там двое и он сейчас в качестве вот бомбардира проходит смотри минус 100 сейчас закроется апдаун но ему не захелпили сотку ой 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 какой косяк хотя смотри че творит че творит гзист просто что творит паша да какая стрельба а это нео такс жесть а там нео замазался ВП что ли фраза два три еще бомба взорвалась в каждом мире здесь знаю по себе здесь очень сложно стрелять в ТВЛИ не неплохо как то потерялись не смогли выбить сотку знали что там двое но вот они не знали что два сапдауна будут в конце я но все равно на самом деле должны были реализовывать сейчас позиционное преимущество НИПы там поляки были зажаты которые в апдауне у себя вообще потрясающие дымы влетают от ЕСЦ дальние один на единицу падает второй падает под плент бывший апплент ну это им вообще нисколько не помогает тут ну да они уже лишились форварда своего выходят на закрытый здесь их спокойненько принимает зажимом фифлара но гидрайт собирает в принципе все няшки кроме ну и гранату тоже он собрал от таза вместе с лурдом отлайн отыграл и был ну смотри чё делают поляки приворачивают просто сейчас дефенс не пов к когда они попытались ломиться и вот и на отвестный момент за лордом 33 хп он 1 в 2 против лингберга и лэнгструма вот два опытнейших шведских игрока и вот эти уровни смотри он выходил он даже не знал куда смотреть он даже не знал что гзист он уже смотрел на плент хотел убить диффузи а он даже не знал что там между бочику будет гзист мониторить ситуацию с верхним горбое вот это вот ну тут уже на уровне отбивают не такие бомбы по моему по моему на вот трене кажется реально самая сложная карта сейчас ну вот тут у защиты все равно больше всех отличается от 1 6 скажем так тут вот у защиты всегда есть шанс чтобы выбить реально ну а вот так и есть шанс раскидать все что ты хочешь с респа форест почувствовал силу но граната с респа не побросаешь просто не почувствовал силу это дефолт против как не было уже делали ну и вот смотрите что по джиме обычно просто там есть выходил оао форест играл с обдауна тут они просто позиции поменяли но это не суть важно факт в том что он фифларен смотрим вверх и фифларен я убил убил смотри но пока фифларен ой 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 в голову даже попал нормально от игры как 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 ты думаешь он понял что он попал в голову или ну да там кстати непонятно вот кстати ощущение вот по игре я хотел спросить вот ты ощущаешь когда ты убиваешь чувака в голову или все таки еще не наступил вот этот момент ну сложно тебе сказать бывает да бывает нет бывает такое чувство затопил именно в чувака из него кровь летит там стена вся в крови сзади него вся в мозгах все остальные как да а потом вот и он те убивают если ты горишь красный красный кто смотришь тридцать четыре года до третий фонд это дефолт кэшго я тоже на это просто в горяде реально я вот вроде выхожу чуваку попадают обнал он там вообще не ощущается это конечно то есть провал но чем попадает в упор в ногу такое впечатление что не знаю там кровь из пальцев только пошла и все ну короче единственное правило в кэшго сейчас для всех и наверно но стреляйте в голову но это в любой фпс шутере стреляйте главное правило главное правило попадать попадать в голову смотри ка поляки потусили что закрыто но это сплита 100 плюс обдаун и вот лурт пока не ясно что он там с бомбой бегает в доме он ждет какого то чудо что ли а они лол они сейчас такой провал творят смотри они короче фейкуют 100 да я вижу вижу и сами не знают куда идти да 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 и потерялись просто думают куда бы нам выйти влезает обдаун пытается закрепиться а тут позиции закрыты зиг закрыт ну тут еще и фифларен есть с лопатой апдаун сейчас должен по факту он уже промазал разок он уже два раза промазал три раза помазал тут на единицу на единицу прорвался кубин и сейчас его должны в принципе по инфе разменивать это форест он побежал вообще зря надо было там сидеть под вышкой и все ну вот сейчас посмотрим как фифларен сыграет от него здесь очень многое зависит у него еще есть шансы здесь забрать открытых игроков атаки ну вот он опять из савика вот попадать в чуваков там где за бочками желтыми как сейчас фифларен блин нереально сложно ой 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 смотри сотку убил не убил парня который был в пленте тот на единицу уже минус отель сунда лорд и один в два остается товарищ гзиз в диффенсе поляки задай филип плант интересная граната на 100 такая ой 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 прямо перед тазом взорвалась но но не сняло ни одного хп ну посмотри разыграли единицы плюс апдаун в принципе сработало там ключевой фраг был на фрайберге который за ну отдал позицию под окнами а если ты за так занимаешь эту позицию ну все меняется абсолютно ну да ну и ключевые не фраги были от фифларна который вместо того чтобы убить плент сразу забрать 100 сыграл там сложно скажем так ну да в этой ситуации я его понимаю я сам там там все были закрыты смотри 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 ты мы пошли от поляков опять и опять они не знают куда хотят ну там пытаются а я понял стиль игры поляков смотри они поняли что короче ну нам этих пацанов не выиграть давайте короче тогда развлекаться полетаем да давайте полетаем поразвлекаемся и ну а также то это может быть как вариант там выманивать флешки может там кто-то поджимать будет откуда-то ну на флеш кстати как варик разводить тоже неплохо ну видишь смотри если ты сейчас посмотришь на непов у них все у фрайберга две флешки у этого фифлара на одна одна у кзистера все откидывать нечем не смотри атака пошла но вот здесь мне кажется что не по готовы принимать есть ну есть просто позиции как бы за ними тут уже флешки от поляков будут реально бесполезными ну слишком агрессивная ситуация и пропускает форест аркаду от таза через дым в ринг в итоге врывается сразу фарен чтобы заменять это дело его также минусует тасс нео и его 10 5 вот это есть красавчики отлично ну да смотри ка уже по умным начинает есть сыграть выменили флешки аккуратненько зашли на позиции при том что поломились удалось как раз таки вот через дымовой завесу нормально пройти ключевой фраг сделать обычно вот парень в планете процент всегда является самым опасным ну да за плентом там как бы да да его убить это так сложно во вторых у него позиция такая что его зелени кроет ведете на этот план тонком баба страна убьет потому что он стоять будет не бегать не москва закидать его тяжело только если зелень открываете по моему хотя можно флешку разве сверху дать он белый будет ну да ну что будет давать флешку сверху чтобы середине раунда лол ну ничего здесь 5 давай смотреть за пистолеткой have fun написал нео наверно три тут на up down и два пошли по зелени я думаю сейчас это будет фейк наверное вообще на закрытый ляшоун да скорее всего так будет но они сейчас фейканут и тут смотри кубин на чеки смотри смотри стянулись стянулись ESC нет позиции меняют смотри дальние занимает нео плюс кубин вдвоем они с подъема и нау возьмет на себя вверху группы есть флеш пошел бы этот такой вот самое главное сейчас зелень полякам не дернуться не поспешить с этим решением вот если дают инфу что никто не выходит что может быть фейк надо дону фрайберг хорошо поверку давит или это по низу по верху по верху агент может уже по их вот все паша увидел зелень от инфа и таз пошел сразу помогать запирать но смотри что делать не по они тоже не рискует они будут играть от фрайберга они ждут когда тот зайдет спину и закроет аплайн чтоб убрать тазы только после этого не попытается выйти вот он таз фрайберг тык 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 но дает инфу пройти по под окнами сейчас вы должны разрывать а там уже вся стяжка прошла посмотри на линию там сейчас тут короче все поляки поляки в тупике поляков замкнули зажали и минус не так как зажали не скажу что зажали там не пыль перебудрили вот если бы зелень вышла пораньше все было бы неплохо вам одного то спасайся спасайся один на один твой оппонент в доме это гидрайт ну 61 хп против 83 бомба б как я понимаю а там еще армора есть у гидрайта там и дефузов нету кажется ну короче печальная такая грустная история на самом деле там такой тайминг таз не увидел что тип наверх залез на тупо секунду в секунду но сейчас спалился и чё теперь уже есть как бы тут бессмысленно на гидрайта вот и гидрайт знаешь что дефуз нету и посмотрите что происходит ой 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 ну тасс ну куда ж ты поспешил не нет а на самом деле все правильно сделал эх ну вот он просто спалился на лестнице гидрайт услышал это же чувак с моментальной реакцией как бы ну тут надо было покрабить чуть чуть вот буквально секунду его шансов не было там были заманцевал его гидрайбы до смерти тянул бы время им все правильно то сделал просто просто не убил там неправильно сделал там ситуация до 2 не помню кто остался оставив одного таза разыгрывать ноут на год и в эфире не отображаются нам походу где то здесь взорвалась смотри два плытья уяса есть но и сейчас идут не пы вот посмотрим парней пока что минус есть отлично на пистолетах отдается вот смотри как сыграли против плента знали что в пленте есть позиция отправили фореста просто по вагону с апдауна он там тупо встал и открытого чувака забрал омагады был да это не пы они такие суровые войны ну таз с кубином конечно здесь не будут просто так отдаваться вообще конечно я бы хотел чтобы они поборолись а ты не горка как думаешь ну было бы прикольно конечно если чтобы они попоролись но вариантов шансов я не вижу а егор еще к тебе вопрос так как ну мы знаем примерно кто будет в финале играть этого чемпионата скажи пожалуйста счет финала если он будет в ригеем с против ниб ну под предсказания что это за вопрос такой ну как ты думаешь в ригеем с отправила ванга или что мне ну не знаю как как ты думаешь отправится в ригеем снова с нулыми лицами со счетом 2-0 по картам ну не знаю я смотрел финал дрем хака первую карту вторую даже не смотрел ну там 16 1 да но пацаны стреляют просто нереально но тимплей в них хромает если они что то с этим сделали то будет все нормально но с этим можно сделать только одно играть командой больше и разбирать ситуацию просто в турции они стрельбой брали как бы это понятно было об этом писали многие споров было много только что не пыль просто вышли два типа и милл и сдохли сдохли да вот по красоте ну там наверно был план такой выходил биван ой там один там полетела фореста один на верхний тэкэкстер снефа просто начали сетку вот это и за данного вагона но там что то а все оба закрыты лол там уже прошло на сайте форесты ювежоню пришел вышел то что он на это давай данный момент одну лок на фоне плотно флотно флор пола процент саре просто такие два друга так как так фореста они партнер так был близок от эйсо а ребята дайте это сходку просто я не могу Что такое? Да я там сфоткать хочу, как эти тела разложились от Фореста, это жесть. А, наверху? Да-да-да, такие два трупа просто жёстких. Поляки, конечно, молодцы, раунд убивают, но этой ситуации интереснее. Они просто устали, чувак. Они просто устали. Так, ну, тем не менее, ЕСЦ берут раун, хотя были на волосок от провала. Форест, ахаха, что ты делаешь, прекрати. Не, ахаха, продолжай, продолжай. Малик, кстати, банка БАДА тебя ждёт в студии АСЛТВ. До сих пор. Почему только одна? Ну, пока одна, если на лан-финал выйдешь, купим ящик. Эх, не видать ни ящика, значит. Да ладно, что не видать, нормально. Да ладно, нереально выйти. Да почему нереально? Да ещё не готовы. Вы ещё не готовы. Ну вот, знаешь, не все вот признают такие вещи, как не готовы. И всё такое. Почему? Я признаю. Не, ну ты признаешь, но не все вот. Многие стараются как-то там сказать, типа, да мы можем, но пока там. И пошли отмазки, а вот у вас прямо так. В смысле отмазываться, если и так понятно? Ну да, да. Проиграли эти четыре игры в Салат. Ну три. Ну почему в Салат? У вас ещё матчи будут сейчас, в принципе, я думаю, вы сможете их сыграть более-менее нормально. У вас ещё вроде с Копенгагенскими волками матч. Так, Страйкеры, чувак, о чём ты тут вообще говоришь? Чего вы? Проиграли ОС Страйкеру или кому? Да. Да. Ну ОС Страйкер это, конечно, да. Вот 35 лет, КСГО привет. Да. Так. Смотри, смотри, тут сейчас Кубин зарешает. Опа. И, ну Кубин, ну давай, давай, хорош. Откуривил первого, откуривил второго. Да, закрыли, закрыты. И смотри, как всё хорошо. Осталось только выкурить вот этого Йоханссонова, он же Фифларен и Али Сунда. Ну вот Гидрайта можно законтрить спокойнее. Там уже полез Кубин. Посмотри, посмотри, посмотри. А-та-та-та-та-а. Гидрайт. Чёрт, вот так сыграл Кубин жёстко. В итоге Фифларен сыграл. А-а-а, какой Тас красавец, а! Сильно. Вот это по-нашему, это по-славянски. Вот красота какая. 12-7. Да, два во второй половине. Ну слушай, после таких раундов я начинаю верить в то, что ЕСС хотя бы, знаешь, поборется с НИПами плотно. Не, Павел, однозначно будет стараться бороться. У них единственный шанс, по-моему, выйти из группы это вот выиграть. Но им надо, там же из группы четыре команды вроде бы ходить. Точно, боже мой. Точно, я вечно забываю. Это же вообще, понимаешь, ну, это брег. Да. Это супер турнир. Со сверхъестественной системой проведения и фраза Unbelieveable Steel Sirius тут даже не подходит. Я, кстати, знаю, почему они такую систему проведения выбрали. Ну, мало команд, надо растянуть чемпионат. Да я просто прочитал, что в праге легализованы наркотики, как бы там некоторые. И у меня сомнения вообще отпали. Понимаешь, я даже людям этим писать не хочу и говорить, ребята, оно так не делается. Ну, хорош. Так, что-то бегают, мечутся, не знаю, что делать, не пыли. Гранат немного, у них отбили перемычку. Сейчас идут на А, да? Ну, как на А, они проходят просто респаун, и, наверное, хотят 2-2 сожгать. Да, 2-2-1 выходить, 1 updown, 2 middle, 2 зелень. Ну, вот, скоро, там опять же непонятно, он здесь еще может остаться. Хотя он тут на чек, на аркаду сыграл, подождал. Вот, Паша может сейчас бревануть. Ему надо как-то поаккуратнее сыграть. Паша, смотри, сейчас поздно поздно сразу дает флеш, и опа, и 3 белых лица. 2, 2, 2, 2. Все отлично. Все, у нас тяжечко с Б бежит, да. Ну, зелень все равно. Брать. Зелень все равно открывается. О, да. Ой-ой-ой, Паша, невнимательно. Паша, и это было ключевое. Ну, вот у Кубина сейчас был шанс, есть Нео, в принципе, на зелень, его пытаются отфлешить. 13 секунд бома не стоит, 10 секунд. Опачки, и Йоханссон минус Йоханссон. Молодец, разбился сам. Сам себя разбил об лестницу, Нео просто забожил в пленте, и последним остается у нас Форест. У Фореста Галил. Вот, смотри, сейчас пытаются синхронно действовать поляки. Парно выходит, открывается на Фореста, простреливают с одной стороны, и с другой в итоге... Он понял, да, он понял, что 2 девайса против него. Но раунд берут ЕСЦ. 12-8. Слушай, мне уже начинает нравиться, знаешь, как поляки начали играть. Намного лучше, чем с вами. На этой карте они уверенно себя чувствуют. Я это еще на праке почувствовал. А на Нюк я играл с ними? Не, мы в Нюк, не играя, ты знаешь. Хотя я не прочь бы поиграть его. Ну, на Нюк я интересна раскидку атаки всегда. Да. Там сумасшедшие дымы можно кидать. Даже поклеще, чем на крейне. Ну да, но дымы в CSGO реально такая штука. Очень-очень полезная. Вот, я думаю, сейчас еще время пройдет, как их научатся на максимум использовать. Вот тогда и будет веселье. Смотри, сейчас Стас играет на чек сотки. При том, что он вот так вот прям плотно сидит. Оп-оп-оп, сразу есть минус Фифларна. Отлично. Первого закрыл. Продолжает не посплитовать А. При том, что со всех сторон создают давление. Все еще есть сотка, которая отстреливает зелень. Зелень, там, проход для игрока открыт. Он будет врываться на планете. Фрайбер гибнет. Нео Тас. Зелень. Зелень вышла. На этот фун. Да, ну Гидрайт по инфе здесь уже, конечно, хрен убьешь его такого. Ну и Форрест красный добивает последнего Кубина. Ну вот поляки могли на самом деле принять. Да, там Паша ломанулся, отдал зелень, он ломанулся под окна. И ему дали просто с одной. Да, а Тас просто не дал инфу о том, что там два игрока с сотки выходило. Но он сам не знал. Он увидел первые ноги и убил, а второй походу так и задумывался. У него сейчас отошел, хлопово. Не, все правильно Тас сделал. Да нет, я говорю, что Тас не знал, что там есть второй парень. Да. Ну в итоге вот за дырки по зелени, в принципе, проход был осуществлен. Смотри, что делают нипы нагло, очень нагло раскидывают А. Проходит первый Фрайберг с бомбой на плент, в пленте сидит на нычке. В апдауне тоже есть игрок защиты. И вот там как раз таки у Павлика сейчас будет интересный момент. Пикант, он смотри, все-таки заходит в аркаду и ему не дают убивать. Нео. Ааа, тоже не повезло. Два игрока зашли в спину сейчас к игрокам атаки. Два игрока есть. Ну, инфа есть про обоих. Так, ну да, никто не смог реализовать в такой момент. Мой лурт, наверное, сейвить здесь уже будет, девайс стараться, потому что... Да. Денег там, кот наплакал, девайс хоть какой-то... Не могу, да. Хоть какая-то надежда на что-то интересное. Опс, минус. Вот почему с собой нельзя два двайса носить? Я хочу, чтобы можно было носить два двайса. Знаешь, там наубивал, насобирал, и на следующий раунд закупились. И пошел на рынок продавать, да? Ну да. Ну сейчас что-то мне подсказывает, что сейчас лурт умрет. Ну вот очень-очень так внимательно против него Гзист играет. Прямо знает, что он по-любому с этого Коплава идет. Ну, потому что там его тиммейт прикрывал другую сторону. Он носит там. А, он обходил, что ли, они его закрыли? Да, 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 его уже с обоих сторон. Ой, ну давай посмотрим на статистику. Смотри-ка. Патрик Форест, Линберг. 25 на 13. Красавчик. 17 на 12 Фифлярон. 13 на 13. На Дефузил. На Дефузил, да, Фифлярон. 23 на 15 Гидрайт. Насиделся на Б. И 13 на 15 Фрайберг. Просто не везет парню играть на А в точке. Фрайберг пытается Н3 килл сделать. Промахнулся по зелени, хотя должен был убивать. Вот сейчас все решит раскидка стаи, как ТАС ее примет. Вообще, последний шанс для ИСЦ. Если здесь проигрывают, то это минус деньги. Ну да. Естественно, это... Слезный шанс зацепиться за ИГРУ. На нитьке игре вроде как еще ребята не потеряли, борются. А, смотри, закрытый поджали. Там на котлах и... Есть там Кубин, есть Нео, который уже белый. А Кубин стоит ждет на ничке. Сейчас хотя я могу дать размен, там Гидрайт может занимать. Там сейчас может очень хорошо сыграть Кубин, если, конечно, получится. Но я не думаю, что... Да, все, его спалили в позицию, он уже просто не полезет. Тут флешка от Кубина тоже. Лишняя дыма, Аркада в упор от Нео. И атака уходит. Уходит на планет. Ну и выход на А. Да, сплитом. За тазом. Который в панике. На два фронта играет. Тут еще в планете, как бы, есть Кубин, интересно разыгрывает. Вот первый минус. Я сейчас по инфе должен его покусить. Ему будет идти, но он отстреливает Берз до последнего. Все, не по факту открыты, кроме зелени всей. Тут Аркада ошибка. Вот не надо было. Аркадик на тазу. Таз пропирается. Дает второй минус. Пуш пленты. Линдер класс. Падает. 14-9. ЕСЦ все-таки еще ЕСЦ. Да, неплохо отыграл. Таз. На морали ворвался просто в дым. С под окон. В мидл. А там, судя по всему, флешку давали. Эти пыбы были слепые. Забрал двоих. Прям забрал такой. Не, ну как? Вот он на мидл ворвался, он второму вообще на морозе дал. Второй же у него готов был стрелять в голову. Начал попадать только-только. Ну, я думаю, там он еще под эффектом флешки был. Поэтому и не убил сразу. Ну, вот возможно так. Ну что, здесь сейчас... Амэка. Да, быстро эко, но закрыт. И сейчас Кубин получает... О-о-о-о-о! Отправил. Полетел такая ракета под жопу просто. Это ракет-джамп просто был, реально. Кубин. Ну что, Кубин, давай, заноси. Хорош. Хорош. Ну вот сейчас... Бомб поставили, это и надо было. Прикинь, сейчас Форест раунд возьмем. Еще дедом. Не, Форест там уже все побежал в доме, прятался. Пытается тут он у нас показать нам, какая красивая стрельба в упоре. Спрятался вот в этом вот туалете. Слушай, это даже хуже, чем в помойке вот прятались, да? В 1.6. Здесь вот в этих вот туалетах заныкаться. 14.10. В кабинку. Слушай, еще 6 раундов и ESC могут обыграть НИП. Но не все так просто. Ну, все может быть. Все равно, как бы не кажется, поляки не плохо все показывают. Фифларна на 100, наверное, отправят. Это быстрая, быстрая с апдауном, бомба через апдаун. Фрайбер прошел. Нет, прокид будет. Прокид будет от шведов по-любому. И понеслась. Открывается первый фрайбер. Слушай, они по той же, они уже делали. Этот раунд по той же схеме они проходят. Вламывается в плен только на этот раз Фрайбер. Убирает белого кубина. Паша дает размен. И бомба ставится, посмотри, нестандартно. Не в пленке за бочкой, а тупо в дыму была поставлена за... На открытой позиции. Ну, там стаз просто в центре событий. Да, но... Примендует еще один минус. И посмотри, самое главное, на Гидрайт. И Гидрайт играет роль основного игрока сейчас, потому что бомба реально будет ему видно, если он сделает грамотный стрейк. Ну, посмотри, посмотри, что он делает. Он заходит. Опа! И давай, давай, Гидрайтушка! Там и Экзист, да, сделал 45, а не Гидрайт. Ну, Гидрайт сейчас просто мог успеть забрать 2-их сразу. Ну, там очень уверенность стрельба. Там кого-то там ТАСС, по-моему, врывался. Зажал. Вместо того, чтобы убить нас на вагоне Экзиста, было бы все по-другому. Ну, посмотри, если ТАСС 20 на 19... Вот я давно такого не видел от поляков, знаешь, в 1-6 такой статистики у них не было. Здесь пока не заходит. Не, ну я вот вижу у поляков очень большой прогресс после Дримхака. Как бы, видно, что ребята выводы делали. Ты Дримхак вообще их матчи смотрел? Не некоторые смотрел. Не помню даже. Там был вообще в мясо. Они туда ехали с надеждами, у них там были готовы раунды, но... Я эти матчи не видел. А, это там они тринюкают, давай, до свидания. Да, 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 тринюкают, давай, до свидания. Да, да, я смотрел пару игр. Как бы, но там они, конечно, были не то, что не в форме. Просто, ну, чувствовалось... Они развлекались, как могли. Да, чувствовалось, что карта вот такая карта. Не подходит мне. Не готовы были. Ладно, здесь что, выходная сейчас будет. Смотри-ка, вон Фифларен с Фрайбергом уже подошли. Здесь по стандартной схеме. Этот раунд они уже кучу раз играли. Сначала вдвоем отбивают перемычку, оставляя там одного Фореста. Ну, и идет выход на... А, на этот раз это фейк. На этот раз выход Б сейчас будет. Форест открывается сверху. Оу, вот этот нормально его подхватили. Идет в эту влогу, и пацан разбивается. Апдаун фейкует, нео АВП, и минус закрыт, и бомба на руках у... Бомба ставится на дефолте. И все, минус гзист, минус от кубина. Нет, поляки все еще живы. Поляки все еще живы, и хайта отправляют. Я отлично отыграл. Вот, смотри, какой прыжок был от Нео интересный. Вообще, вот отсюда прыгать прикольно вот так, хоп-хоп-хоп, вот на эту вот лесенку, и вообще без потери хэппаю. Спрыгиваешь сверху, минус, конечно. Суровая такая штука. Суровая, правда. Можно даже, наверное, багом бета было назвать. Представляешь, вот если в реальной жизни такой чувак, да, типа террорист. Такой вот, в черной маске, в жилетке белой. Такой берет и прыгает на лестницу, и не теряет ни капли жизни, и даже не ушибается. Да, очень реалистичная игра. Не, на самом деле в ней пропорции реалистичные. Вот если врубиться в пропорции, то становится реально понятно, что разработчики как раз и старались сделать. Так, и тут ЭК под смоки пытаются опять бомбу поставить. Прорывают под докна. Ну, такой, знаешь, на морозе, на морозе просто. Заходит к ЗИС, начинает ставить. Таз в шоке. Что такое? Почему бомба рядом со мной? Зажимает в апдаун. За бомбой бежит сейчас Фрайберг. Ну, и отдается Таз. Явно были готовы к этому раунду. Ну, да. 12-15. И ССГейминг все еще борется и не сдаются. Поборются ли они еще? Сейчас посмотрим. Не, ну, если они еще поборются и сыграют 15-15, это будет лучшая игра за сегодня, которую я видел. Я даже готов смотреть весь остальной чемпионат. Кстати, а после этого там будет... Ой, там начинается группа B. Ну, там такие матчи, знаешь, не особо прикольные. Да что, там будут нормальные матчи? Там кик экстенсив. Экстенсив. Меня интересует просто только матчи даттим. Вот на остальные меня вообще. Как себя покажут онлайнеры? Ну, да. Не, я просто хочу посмотреть, как они реально... Вот Смит и Хучом сыграют на этом чемпионате. Как бы, Хуч же тоже... Там же скромена какая-то. Да, да, да. Там же нет ворлд и дита, опять же, вот. Ой, как обидно. Хотелось бы на него посмотреть. Ну, у нас еще будет время насладиться его игрой. Да. Ну, я считаю, что это просто гон на пацана. Он молодой. Вот Паша, Паша. И Паша просто не выстрел. Паша такой Паша. Не, ну, как бы он красного оставил одного, но... Ну, смотри, Куб... Он слишком небрежно зачекал. А смотри, как Кубины изолировали. Две флешки, дым белый, ай пятую линию оставил. Отвернулся к ЗИЗ, застал врасплох. Плэнт прочекал в этот момент Форес сапдауна. Не дает там жизни Тазу. И, по сути, это... Это Габелла. По сути, это ГК сейчас будет. Да, это Габелла. Ну, от него тут стягивается на СВП его сразу принимает. Гидрайт дружелюбно так. Похлопал по голове. Ну, и Кубину остается только надеть костюм Супермена, сказать что-то на непонятном нам языке и раздать по щам. Ну, ему объяснили, что к чему. Ну, поляки молодцы. Поборолись, хорошо. Красавчики, красавчики. 16-12, это, по-моему, очень-очень неплохой счет на мой взгляд. Да, ну, при этом... А, хотел сказать, что они не выходят из группы. Черт. Да, но там... Четыре команды. Там же четыре команды. Но, тем не менее, смотри, сыграли они, по-моему, очень-очень даже на уровне. Это в любом случае. Они играли на данный момент с лучшей командой в мире по CSGO. Как бы, да. И играли с теми парнями, которые действительно могут играть. И поборолись на карте, на которые могут побороться. За это парням огромный-огромный респект. И надеюсь, что вот они смогут все-таки к следующему, не знаю, турнировать. А, кстати, тут же раунды решаются. Ну, если бы был, я смотрю на группу, у всех троих по шесть очков. Так. У ESC, BK и The Nation. А личные встречи как же? А, и когда спорят три команды, личная встреча не важна. Ага. Решаются раунды. Ну, и The Nation могут сейчас со второго выпустить. И The Nation, я думаю, ну, типа, они вышли со второго места, потому что они выиграли. А, нет, нифига, мы не вышли. Короче. Короче. Насчитать эту фигню. Но я все равно думаю, что как-то от позиции в группе, какую ты занял, будет решаться твой соперник. Чем выше, наверное, тем лучше. Так. Тем выше, тем лучше. Ну, наверное, да, все-таки. Хотя, я думаю, там плей-офф все равно посеет. Фиг его знает. Там знаешь, как было на ДХ? Там же была жеребьевка вроде после группового этапа. Здесь могут то же самое, в принципе, щудить. Ну, как бы вполне спокойно. Может быть, очень может быть. Так. Ну, вот, сейчас посмотрим. Кэс Голстоладер Тв, друзья. У нас тут, кстати, расписание уже и готовое по центральному времени на вторую группу. Ну, вот 18-15 по Центу, это в 19 по... Киеву. Так, игры через 20 минут, да, будут начинаться? Ну, что, нет, нет, там по Центу 18-15, там 7 игра, походу. Нет, там игры какие-то начинаются, но я в любом случае... А, ну, вот 7-15, very games, dat. Да, можно, наверное, на них уже будет ворваться, а сейчас сделать просто перерыв. Ну, да. Я как бы с 9 утра, то есть я тупо... Да нет, я не ной, не жалуюсь, просто я пришел с утра пораньше, да, и... Все настроил, все сделал четко. Субтитры сделал DimaTorzok